всем привет сегодня я вам покажу как правильно настроить драйверах windows на звук то есть по идее когда устанавливаете windows 10 или 11 неважно у вас устанавливаются драйвера автоматически но мы рассмотрим случай когда что-то пошло не так мы можем зайти на сайт realtek и скачать драйвера на в данном случае нам нужно 64 битный драйвер для windows 10 если мы здесь посмотрим то драйвер 2017 года то есть он уже давно устарел и почему они не обновляют на официальном сайте не понятно есть варианты что у вас не realtek драйвер но это очень редкое явление это в основном материнские платы asus очень дорогие а вот скорее всего вас realtek да то есть вы можете скачать отсюда но лучше конечно скачать поновее поэтому вам нужно зайти на официальный сайт вашей материнки я тут посмотрел какие самые популярные материнки но я вам покажу на примере всех распространенных производителей то есть в данном случае это asus туф гейминг b450 до на реалтеке то есть заходите по номеру материнки своей нажимаете техподдержка значит нажимаете драйвер и ультилиты а значит выбираете с свою дом 11 10 но в данном случае 10 а вот у вас значит будет на сеть драйвера на чипсет и вот они драйвера на аудио ну и видим номер драйвера запоминаем скачиваем устанавливаем если у вас материнская плата msi ну допустим вот msi 490 значит заходим тоже по номеру на официальный сайт нажимаем поддержка нажимаем драйверы выбираем тут windows 10 или минус 11 но в данном случае идут 10 выбираем он борт аудио drivers будет у нас realtec hd и универсал драйвер от версии вода 60 что-то там что-то то есть дата выпуск совсем новый 2022 год скачиваю если у вас материнка гигабайт в данном случае аурус то есть здесь нажимаем поддержка вот здесь выбираем вот они первые выпали то есть драйвера аудио то есть вот они вот номер скачиваем если у вас материнка срок в данном случае для райзена значит здесь нажимаем поддержка нажимаем скачать и вот у нас будет драйвер аудио если у вас допустим ноутбук msi такой или не такой тоже нажимаем поддержка на выбираем нашу модель ну как бы знаю любую короче здесь выбираем драйверах здесь выбираем windows 10 аудио и опять будет real time но здесь еще скачивается вот такой драйвер веселый там для всяких спецэффектов на самом деле я думаю не нафиг не нужны ведь мы скачиваем драйвер вот это то есть вот его номер видео он они все начинаются шестерки и какой-то дальше номер так далее да и нам нужно realtec аудио консоль на ты и скачать можно она не установилась у вас в драйвере почему-то то есть можете с microsoft store скачать называется realtec аудио control ну или realtec аудио консоль а раньше было теперь называется realtec аудио control бесплатно нажимаем получить скачивать сейчас я вам покажу как настроить без него то есть без нее нажимаем звук открыть параметры звука у вас по умолчанию будет вот так вот открываться на самом деле есть ведь как все любопытно то есть скрываем как бы нажимаем свойства тут вообще ничего не понятно чё к чему тут тоже что ничего не понятно поэтому вам нужно взять вот так раздвинуть и нажать панель управления звуком вот и выбираете тут у вас динамики подключена то есть нажимаете свойства и получается вот такая вот realtec консоль к здесь смотрите свойства драйвер вот он номер ведь в данном случае у меня 60 92 25 вот что здесь можно выбрать да здесь можно выбрать частоту дискредизации то есть на самом деле обычно здесь стоит 24 бита там 44 герца или 48 герц но в принципе можете поставить выставить максимальную максимально самом деле выставляется для тех кто сам пишет звук то есть сам пишет работает музыкальных программах если как бы вы не работать музыкальных программах то вам вполне достаточно 44 герц и 24 бит или 48 что потом родит у меня стоит как по умолчанию никого без разницы так здесь все выключаем так насчет уровней то есть чтобы звук у вас был максимального качества на самом деле вам уровень нужно поставить максимально то есть здесь у вас всегда должен стоять звук максимальная громкость а убавлять его или прибавлять вы прибавлять убавляете у себя там на колонках или на усилители что у вас подключены снижать здесь и значит увеличивать там не рекомендуется потому что здесь у вас звук регулируется цифровой а там звук регулируется аналогом то есть цифровой звук у него меньше искажений то есть здесь по по идее всегда нужно как бы чтобы всегда стоял сто процентов об этом мало кто задумывается окно и переходим до например в записи на то есть записи вот допустим вас микрофон если у вас микрофон юсби то в уровнях здесь ставите не 100 оставите допустим там 80 нет побольше стоит потому что мне дрова получше но здесь ставите где-то 80 тогда у вас микрофон не будет шуметь то есть если вы составите на сотню он у вас шумит но это относится только к юсби микрофоном если у вас профессиональный микрофон то у вас там будет и профессиональная карта на самом деле и так далее возможно звука может звук может не подаваться из-за того что здесь переключено то здесь у вас выход идет на динамике а может быть по умолчанию включен выход на но внешний выход digital output ну то есть вы включили звука нет вы заходите сюда смотрите если у вас включена вот эта штука переключаете чтобы у вас были динамики так переходим значит консоли то есть заходим в поиск и набираем арене и вот у нас realtek аудиоконсоль то есть на самом деле вот она то есть у вас здесь будет написано своя свое название то есть тут либо asus либо а срок ну в данном случае не добавит то есть что у нас здесь нужно выбрать здесь нужно выбрать в динамиках здесь вы выбираете сколько у вас колонок подключено в данном случае мне две колонки подключены если вас там 4 или больше здесь выбираете значит место стереофоническая выбираете 51 или 71 но в зависимость сколько у вас колонок а вот Если у вас, допустим, домашний кинотеатр подключен. А вот если у вас две колонки подключены, оставляйте стерео. А дальше в бакалайзере убираете и все. Потому что любые вот эти улучшалки, они только портят звук. То есть никакая улучшалка, звук улучшить не можете. Она только портит. Поэтому здесь все выключаете, отсутствует. Здесь все выключаете, отсутствует. Да, ну и здесь вот тоже можно выбрать. То есть далее. Дополнительные стройки. Так вот здесь у вас как раз в назначении разъемов будут показаны разъемы, то есть куда вы подключаете свои колонки. Значит, подключайте колонки в зеленый. В зеленый. В зеленый штек. То есть и когда будете подключать, выбирайте выход на передние динамики. Вот если вы подключаете наушники, ну, соответственно, выбирайте наушники. А вот это подключается передняя панель. Тут на самом деле можно, видите, менять на самом деле. Вот. Но лучше оставить все по умолчанию. В информации можете посмотреть, то есть версия драйвера звука и версия вот этой самой консольки. То есть видите, опять 6.0.9.2.2.5. То есть здесь у вас должен быть установлен номер, соответствующий тому номеру, какие драйвера вы качали. Значит, еще важная деталь. То есть когда вы устанавливаете драйвера, устанавливаются они дважды. То есть первый раз вы запускаете установщик драйверов, он у вас удаляет те драйвера, которые стояли до этого. Потом идет перезагрузка. Вот. Он либо автоматически включается, начинает после перезагрузки второй раз ставить. То есть именно устанавливать. Вот. Либо вы его ручную опять включаете, то есть установили, устанавливаете. То есть чтобы установить драйвер, вам нужно два раза перезагрузиться. Чтобы в этот момент, значит, не пошла установка автоматическая, когда вы драйвер удалили, у вас Windows смотрит, что драйвера нет, и начинает его качать автоматически. А вы его скачали в ручную. Чтобы такого не было, вы должны выключить при установке, выключить интернет. То есть когда вы устанавливаете драйвера на звук, вам нужно выключить интернет. То есть либо в настройках вы выключаете, либо просто провод выключаете. Тогда у вас не получится такого, что вы как бы устанавливаете сами драйвер, и в это же время система устанавливает, ну, система сама драйвера. То есть, а эти два драйвера, у них разные номера. И получится, что вы скачали новый драйвер, а у вас почему-то установился опять старый. Чтобы такого не произошло, вы должны интернет выключить в это время. То же самое, кстати, делаете, когда устанавливаете, допустим, драйвера, видеодрайвера. То есть пока вы удаляете, у вас драйвера нет до перезагрузки или после перезагрузки, чтобы у вас Windows сама не начала качать драйвера за вас. Потому что она качает из базы, качает драйвера, которые более ранние. А вы всегда ставите более позднее. Иногда при установке консоли может возникнуть вот такая ошибка. Невозможно подключиться к службе RPC. Как исправить это? Ну, это может быть ошибка выходить по двум вариантам. Либо вы установили не тот драйвер, который вам нужен. Либо вот здесь заходите в диспетчер задач. Автозагрузка. И вот здесь у вас написано Realtek HD Audio Universal Service. То есть здесь у вас в автозагрузке, ну то есть вот эта консоль загружается, у вас в автозагрузке должна стоять включена. Возможно, у вас по умолчанию здесь стоит выключено. Если стоит выключено, то здесь пишите включить. И все, тогда она у вас будет загружаться. Кому видео было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь. Поддержать канал можно по ссылке в донатик под описанием. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!